Первыми в свою позицию высказали представители исполнительной власти Севастополя. Они отметили, отсутствие единого административного комплекса значительно сказывается на качестве работы чиновников. Часть департаментов правительства города располагаются в арендованных помещениях. Это бьет по карману городской казны. У некоторых государственных органов и вовсе нет своих помещений. Решить эти проблемы помогут помещения бывшей банковской академии, уверен Илья Вячеславович Пономарев. В первую очередь это решение позволит обеспечить доступность органов власти для жителей города, повысить оперативность и управляемость органами государственной власти, снизить транспортную нагрузку на центральную туристическую часть города. При этом правительством предполагается, что часть помещений, освобожденных органами исполнительной власти, будут переданы как федеральным органам исполнительной власти, так и отдельным социальным и культурным образовательным учреждениям. В качестве примера заместитель губернатора привел здание законодательного собрания Севастополя. Его в случае получения фондов бывшей банковской академии планируют передать Севастопольской музыкальной школе номер один и Севастопольской художественной школе. Сейчас эти учреждения располагаются в аварийных помещениях. Но не только правительство заинтересовано в этих помещениях. На современный комплекс бывшей банковской академии также рассчитывают Севастопольский государственный университет и Черноморское высшее военно-морское училище имени Павла Степановича Нахимова. Руководство города решило учесть и мнение севастопольцев. На сайте правительства города работал опрос, где любой желающий мог поделиться своим видением ситуации. Тогда за передачу фонда в Севастопольскому государственному университету высказалось 80% проголосовавших. Основной аргумент – банковская академия изначально планировалась как образовательное учреждение, поэтому в ВУЗу не придется делать кардинальных изменений. Ректор университета Валерий Иванович Кошкин говорит, что без этого объекта студентам СевГУ приходится учиться по неудобному графику. Восьмая пара заканчивается в 22.00. Это к тому, что университету требуется инфраструктура, для того, чтобы не вести занятия в две смены. Инфраструктурный комплекс изношен, и мы при поддержке федеральных властей, конечно, сделаем очень много, для того, чтобы этот инфраструктурный комплекс стал более соответствующим требованиям. То есть ремонтируем крыши, но на это уходит много времени. А есть замечательный комплекс с целевым назначением высшее образование. Представители Черноморского высшего военно-морского училища с такой позиции частично согласны. Комплекс должен использоваться по назначению в сфере образования. Но, по их словам, Севастопольский государственный университет и так владеет достаточным количеством объектов для организации учебного процесса, в то время как Нахимка нуждается в базе для расширения. С каждым годом удваивается набор курсантов. Планируется перевод исторических дисциплин, связанных с обслуживанием крылатых аргет подводных комплексов из материковой части России. Там шикарная спортивная база, которая требует, правда, очень больших финансовых вложений. Это первое. И есть там площади, которые позволяют заниматься в том числе и строевой подготовкой. В руководство Севастопольского государственного университета и правительству города Владимир Коваленко посоветовал обратить внимание на объекты возле торгового центра «Муссон». Там, по его словам, есть достаточное количество пустующих площадей, которые при переоборудовании подойдут под их нужды. Кирилл Попов, Павел Красиков, Севинформбюро.